Доброе утро, дорогие друзья. Новая недельная глава АКИТ-Ц. Вы знаете, люди обычно очень много времени во всех поколениях уделяли тому, чтобы найти секрет долголетия. В Тории все проще. Она дает три совета тем, кто желает продлить свои дни. Один содержится в десяти заповедях, и два еще предлагает нам недельная глава АКИТ-Ц сегодняшний. Первое наставление, это известно, почитайте родителей, отца и мать свою, чтобы продлились дни твои. Как это происходит, мы не знаем, но тот, кто создал этот мир, он знает лучше. Что еще? В нашей недельной главе сказано, весовой камень полный и верный будет у тебя, мера полная и верная, пусть у тебя, чтобы продлились твои дни. То есть второе, это то, чтобы человек честно вел свои дела, вел торговлю там или бизнес, в котором находится. И это продлевает жизнь. Как мы с вами этого не знаем, но Бог, который создал мир, знает. Помнят, кто раньше были такие весы, вот до электронных, обычные гирьки такие ставили. И когда обе чаши уравновешивались, то знали, что пакет там с помидорами, например, весит килограмм, там столько, сколько гиря и так далее. Однако хозяин мог там облегчить вес на несколько десятков грамм и таким образом обманывать покупателей. И третье обещание долголетия появляется в начале нашей недельной главы. Это самое удивительное. Если попадется тебе птичье гнездо, ты должен мать отогнать, а детей бери себе, чтобы тебе хорошо было и продлились твои дни. Мистика? Какая связь? Человеку, который посвящает полторы минуты своего времени соблюдения этой заповеди, обещают, что он проживет много долгих лет. И невозможно не спросить, а в чем смысл? Что соединяет эти три мицвы вообще невероятные? Тем более, что первые две заповеди — это действия, которые надо выполнить и так далее. Ну, понятно, что Торак говорит, что будет большая награда. Митсва торговли требует от продавца повышенного самоконтроля. Почитание родителей вообще считается самой сложной заповедью, по словам Медрашей. Понимаете, почитание родителей — это митсва, у которой нет показателей. Особенно, когда родители становятся старше и так далее. А вот заповедь, которая вообще ничего не стоит, ни денег, ни времени полторы минуты, она такая же, например, считается взять в руки палку, отогнать на сетку, и она стоит со сложнейшими и тяжелейшими заповедями рядом. Старая история рассказывает о двух магазинах, которые стояли рядом. Пекарня и овощная лавка. Овощной был всегда переполнен, в пекарне вечно проблемы. Хозяин был очень злой, грубый, он очень не любил этого зеленщика, и там мечтал, как он ему навредит. И однажды пекарь купил в соседской лавке овощной килограмм помидоров, и делать нечего, поставил на весу, и вдруг видит 950 грамм. Он еще купил разных овощей, и понял, что не ошибается, зеленщик всех обманывает. 950 грамм каждый раз вместо килограмма. Он пошел в полицию, тут же расследование, суд, большие проблемы у этого зеленщика. И вот идет суд сам, и зеленщику говорят так и так. Он говорит, вы знаете, да, я признаю себя виновным, я совершил ошибку, но я хочу объяснить, как это произошло. Каждое утро, перед тем, как начать торговый день, я шел в булочную, покупал килограммовую буханку хлеба, клал на весы, на другую килограммовый камень, выверяя себе, чтобы все было сбалансировано. Но теперь, как я увидел, вот 50 грамм не хватает, но я так думаю, что в буханке хлеба пекарь не хватало 50 грамм. Поэтому надо проверить гири, которым он взвешивал хлеб в своей пекарне. Проверили, и как вы сами понимаете, уже тот, кто начал это в клок, попал в неприятности. Идея очень простая. Жизнь построена на уровне мера за меру. Вы получаете столько, сколько отдаёте. Не другие люди решают вашу судьбу, а мы создаём своё будущее. Мы создаём то, что нас ждёт завтра. Это объединяет эти три заповеди. Ещё Любавический Рэбе говорил, что основа почитания родителей и отсылания на сетки, они представляют собой социальные действия. Каким образом? Человек, который честно торгует, он там вызывает благоприятные чувства, его магазин становится более, мир становится более приятным. И во всём точно так же. Принцип очень простой. Человек, который продлевает жизнь своему окружению, получает в ответ такое же и добивается долголетия для себя. Во-первых, это происходит в качестве награды сверху, как мира за мир. А во-вторых, ещё и обычным естественным путём. Среда, в которой мы создаём, в которой мы живём, она становится более благоприятной, более уважительной и так далее. Есть такая маленькая притча о строителе, который всю жизнь трудился очень серьёзно, долго отдал все силы работе, заботился, чтобы каждый построенный им дом соответствовал всем стандартам. После сорока лет работы ему надо было ходить на пенсию. Когда строитель пришёл прощаться, подрядчик сказал ему, слушай, ещё один дом и давай. Рабочий согласился. Но торопясь закончить работу, конечно, сделал его тяп-ляп. Последний день пришёл к подрядчику. И тот ему даёт упакованный прощальный подарок. Ключ от дома, который он только что построил. Поэтому надо помнить, что мы сами создаём подарки, которые получаем. Мы сами создаём свой мир. Мы сами создаём свой завтрашний день. Брахавец Лохо.